Привет, друзья! В одном, уже не в одном, а втором видео я получил критику от Накасика Сукасена, да? Мужчина, женщина, не знаю. Как бы вопросы правильные, и я сейчас решил ответить быстренько на вопросы, потому что отвечать объемно по этим вопросам, это значит получить полную картину аргентинского универса, которая должна стоить, по идее, денег. Но я этого сейчас делать не буду, я сейчас очень быстро прочитаю вопросы и на них сразу же отвечу. Так вот, она или он Накасика Сукасена, я думаю, что это мужчина. Можно ли пить воду из-под крана? Какая вода самая вкусная? Воду из-под крана пить нельзя, она отвратительная, колоссальное количество раковых заболеваний. Почему нельзя пить от крана? Огромное количество водопроводов, свинцовые, но несмотря на это, Аргентина меняет, Буэнос-Арес меняет очень много водопроводов, на пластиковые, современные, но вместе с тем поменять все это, это очень много времени займет. Какая вода самая вкусная? Самая вода вкусная со скважиной, которую я пил за все время, которая там с глубины 70 метров, у нас во Фротерн-Идаде 70 километров от Буэнос-Айреса в сторону Лухана, там была такая вижа, поселок, где наши были, там немного, 5 семей жило. И вот когда вода была там из скважины, это была просто обалденная вода. Важно ли правильное питание и хорошая фигура для аргентинцев? Соблюдают ли какие-то диеты? Как в каждой стране, конечно, многие, кто уважает себя, за фигурой смотрят. Это касается в основном женщин. Женщины, ну, как бы сказать, добрые внутри, по-высоцкому, но за собой смотрят. Взади можно на бабушку 70-летнюю посмотреть, какая молоденькая девушка, ну, на лицо испугаться. То есть аргентинки разные. В основном аргентинки, аргентинцы – это смесь европейцев с местными жителями, которые дали своеобразные такие интересные гибриды. Но я не буду сейчас удаляться для того, чтобы кого-то не обидеть. Ну, бог с ним. Соблюдает ли какие-то диеты? Да, ну, во-первых, эта страна очень жаркая. Там мясо днем не наешься, когда тебе 40 градусов тяни. Поэтому очень много едят фруктов, очень много соков. Ну, опять же, зависит все от людей. Много ли курящих в Аргентине? Их количество уменьшается, знак вопроса. Курящих – колоссальное количество. Вот, да, хоть в автобусах перестали курить, но иногда посмактывает по выходным. Вот, курят много, курят очень много. Где лучше покупать фрукты? Рынок, большой магазин или в маленьких лавках и у местных? Значит, есть Меркада Централь в сторону аэропорта Исейса. Называется Меркада Централь. Там обычно с утра люди ездят, которые оптом занимаются фруктами, покупают фрукты, но там нужно покупать ящиками. Самое лучшее – найти очень хорошие овощные магазины. Боливийцы держат. Нужно найти нормальных людей, а среди этих людей можно встретить нормальных. Не у аргентинцев покупать, а у боливийцев. Они иногда торгуются, они сбрасывают цены. То есть, если они увидят вас с хорошего клиента, то есть, они, в принципе, всегда возят свежие фрукты, в основном фрукты и овощи. Поэтому я считаю, что лучше покупать в маленьких вардурериях, это в овощных магазинах. Кота, да, Кота дешевая, Каррифур дороже. Вот, есть Аушан. Ну, смотря где, смотря какие скидки, надо смотреть, надо двигаться. И, ну, я считаю, у боливийцев более дешевые. Более дешевые цены и лучше качество. Вы можете пощупать, можете выбрать, то есть попробовать. В магазине ты не попробуешь. Значит, получать доход из дне страны и временно пожить в отдаленных частях страны. Идея неплохая, знак вопроса. Идея неплохая, плохая система. Потому что, если вам на карточку за рубежа переводят деньги, вы будете получать по курсу государственному в местной валюте, в Песах. В то время, когда возьмем уличная торговля, вот те, которые на улице менялы, да, у них иногда на 50% дороже. То есть вы в долларах не снимете. Там давно уже такая ситуация. А вообще Аргентина большая, интересная, красивая страна. Есть ли у Аргентины друзья и враги? Да, и друзья, и враги есть. Друзья – это Соединенные Штаты. Иногда они становятся врагами. Есть ли враги? Да, враги есть. Это, наверное, Чили. Это связано с вопросами по Мальвинам. Мальвинам по Фолклендам, когда Чили предоставила английским ВВС свои, так сказать, аэродромы для посадки, зарядки там самолетов. Любят ли аргентинцы рыбы и какую? Тоже про грибы. Вообще, когда я приехал в 2000 году, мы мало встречали аргентинцев, которые едят рыбу. В основном мясо. На мясо нажимали. Ну, потом ситуация изменилась, так как наших много заехали, ловили рыбу. В Аргентине очень классная рыба, если она словлена с реки или с океана, с Атлантики, с прибрежных морей. Если не возле канализации, возле Буэнос-Айреса. Тоже по грибы. По грибы только шампиньоны. Другого там вообще нет. Следующее. Делают ли обычно подарки близкими детям на праздники или просто причины? Да, делают подарки, дарят цветы. То есть аргентинцы такие же, как украинцы, только говорят на испанском языке. Довольно открытые, довольно хорошие люди. В большинстве своем. Но есть разные. Каким спортом, кроме футбола, увлечены в Аргентине? Если спортивная карьера, родители и дети рассчитывают на что-то, делая спорт с детства важным. Каким спортом, кроме футбола? Футбол это да. Потом для мужчин бокс. Для женщин это хоккей на траве. И, естественно, теннис. Вот это основные виды спорта. Да, еще формулы. На машинах гоняют, как дурные. В Аргентине уже проводили типа Дакара соревнования. Участвовали российские сборные. В принципе, авто, спорт, конный спорт. Бега, там, забеги на конях. Этот, как он, не аэродром есть, а... Ну, короче, скачки на конях. Так, на что больше всего денег уходит... На что уходит больше всего денег аргентинцам? На жилье. Потому что колоссальное количество жилье снимает. Цены сумасшедшие. Все привязано под доллар. Ну, это в городе, а в окрестностях там другие цены. Часто ли стреляют на улицах Аргентина? Ежедневно. Часто ли жители Аргентины проводят время перед телевизором, что обычно смотрят? Да, прилеплены к телевизорам в основном смотрят. Футбол, бокс. Ну, вот, пожалуй, и все. Почему жители столицы не протестуют и вообще позволили разостаться незаконным вижем? Ведь, насколько я понимаю, электричество... Там все воруют города, значу, жители. Богатые жители не бастуют и бастовать не будут. Но забастовки в стране происходят ежедневно. Бастуют обычно вижеросы. Там есть такая профессия бастовать за деньги, там есть бастовать за что. Центральная авенида Демажа, девятиполосная в одну сторону, самая широкая в мире авенида, может перекрываться ежедневно. Десяток человек могут ходить туда-сюда, делая коллапс. Сумасшедшие автобусы и автомобили все шныряют по соседним дорогам, стараясь проехать, но это тоскливо, тоскливо. Каких товаров не хватает в Аргентине? Зачем приходится ездить в соседние далекие страны? Знать, чего не хватает в Аргентине гречки? Гречка отвратительная, гречки нет. Нету наших товаров, нету колбасок, нету копчености, нету копченой рыбы. Если есть, это все ерунда. Можно купить в Аушане, можно купить что-то в Каррифуре. Куда ездят? Компьютеры привозят с Америки, потому что на привоз из-за рубежа компьютеров, автомобилей сумасшедшие цены. Даже лекарства, которые завозят с стран, таких как Британия, Британия, Великобритания, Соединенные Штаты, Канада, все перепаковываются и под своей маркой продаются. Аргентинцы азартные, играют в игру лото, казино, карты и так далее. Аргентинцы очень азартные, хотя бы потому, что они повернуты на футболе. Им очень-очень многие в казино просаживают все, что у них есть. Как они обычно проводят выходные, большие праздники, молодежь и постарше. Заводные, любят тусить, любят гулять, огромные концерты, заливаются пивом, литровые бутылки 970. И, короче, там фестивалят по полной программе. Раньше, когда было все нормально, когда ездил на автобусе, пятница вечером, и это да, воскресенье ночи, это просто кошмар. Машины перевернутые, мотоциклисты на деревьях, в общем, весело, шмаляют траву и все остальное. Вот, какие порекомендуете хорошие места для жизни, если не надо работать? Но не в Буэнос-Айресе. Ни один из богатых районов Буэнос-Айреса, даже прибрежные, которые находятся в Барио-Серадо, закрытые районы, регулярно подвергаются бомбежу, наезду всяких банд, пистолера или разбойник, профессия довольно популярная. Если не работать и жить где-то, да, Барио-Лочи. Можно миссион из Патагония в сторону озер, в сторону Чили. Тиро-де-Фуэго, нормально. Значит, много ли делают покупки онлайн, что обычно покупают через интернет? Через интернет продается все. Есть такое Mercado Libre, там, короче, купил-продал, что хочешь. Как живут аргентинские пенсионеры? Раньше жили круто, потому что если у кого-то было одно-два жилья, сдавали в аренду, как в нормальных странах, с этого жили. Хорошие были проценты в банках за, если люди хранили деньги там, все это закончилось, пенсионеры живут так, как на постсоветском пространстве. То, скливо. Разве что, кто имеет в Америке какие-то второе гражданство, туда регулярно мотаются, мотают, есть таких много. Здоровье и уровень жизни лучше, чем в наших странах. По здоровью. Во-первых, горячая страна, много фруктов, овощей, кровь у них жиже. Живут дольше, живут лучше, чем в наших странах. Это связано с климатическими условиями. Но вот по здоровью, значит, свое время висело, но это уже более 10 лет назад, на 40 миллионов населения весь Буэнос-Айрес был облеплен плакатами, плакатами, что требует медицинское внимание, более 22 миллионов от этого судите. Вода, зараженное мясо, хорошее на экспорт, внутри с пестицидами, короче, такое. Можно ли сказать, что аргентинцы лениваются и стараются как можно меньше работать? Не то, что ленивые, это запредельно ленивые. Правда ли, что очень часто проходят забастовки из-за митинга, из-за этого перекрываются движения ежедневно. Не работа магазинов, вообще проблемы с митингующим. В основном центр города, Авенида-де-Мажа, Нуэва-де-Хулио. На чем не экономят и в чем они не могут себе отказать? Азартные игры, это прежде всего казино. Ну и вино, гульбан, осада, жаленое мясо, барбекю по-нашему, да? Ну вот, женщины, ну гульбанят. Часто ли звонят на телефон с рекламой, опросами и так далее? Регулярно. Я уже был в последнее время, просто задалбывали всякими заманилами, чтобы с вас выдали деньги. Не забывайте, что входящий звонок в Аргентину, если вы живете в Аргентине и имеете мобильный телефон, вам звонят за рубежа, 10 минут и у вас весь план улетел. Какие слабости у аргентинцев? Я уже говорил, вино, осада, мате, это напиток этот, с бомби же ходят как больные с этими, с трубочками попивают это. Но это свои особенности, ничего страшного нет. Ну и мужчин, женщины, и такое. И всякие другие там побочные эффекты. Какие дадите рекомендации по защите квартиры, дома личной безопасности, дома с незнакомыми, на улице оживленной или пустынной, в транспорте и так далее? Очень серьезный вопрос, значит, моя рекомендация не ехать в Аргентину, потому что случаются очень такие конфузные вещи. Я когда устроился на работу, со мной устроился итальянец. Через 3 или 4 месяца он где-то какого-то козла поджал на дороге, извините за такое выражение. Вышел этот поц и в упор шмальнул, кажется, разрядил свой 9-миллиметровый ствол, но, к счастью, не попал. Человек на 3 дня убежал с перепугу, кинул автобус с пассажем и свалил, пришел весь кольца где-то по колдунам бьял. Через год этот деятель, его не посадили, оказалось, что он невменяемый. Через год или через 2 он на центральной авените Кориентас с винтовки зарядил в парня, который с другого города приехал, работал массажистом, вышел на перекул. Днем светило солнышко, классная погода, пальнул, закрыли. Но человека назад не вернешь. Поэтому в домах и, слышал, и утюжки ставят, и средь бела дня в самых богатых районах грабят. Золото на себе носить нельзя, могут вырвать, с ушей вырвать эти самые сережки. Так что страна веселая. Большие лишь штрафы за нарушение водителям правил ДПД, право дорожного движения. Понятия не имею, не знаю, ни разу не наталкивался, хотя ездил очень много. Часто ли жители городов Аргентины выезжают на природу вблизи или куда подальше, куда любят ездить? Да, аргентинцы до кризиса, до вот этих всех ковидов и все остальное, ездили, двигались, очень любят путешествовать. Аргентину есть что посмотреть. Кира де Фега, Катаратас, Дегуасу, Миссионес. Да вообще страна очень красивая. Очень красивая, потому что на 40 миллионов территорий в 4,5 раза больше Украины. Население из 40 миллионов, 20 миллионов живет в стране. Остальное разбросано по городам. Можно часами ехать, встречая только отдельные места, ну, отдельные какие-то населенные пункты, такие лачуги, кибитки с плоской крышей. Вот, большая красивая страна и с лунными пейзажами, и с первозданными там реками, озерами. Вот, дорогие ли медицинские препараты в аптеках, если бесплатные, все платное. Есть платное, есть бесплатное. Неплохое медицинское обслуживание, но постоять в очереди, делают операции на сердце. У моего знакомого сделали операции на сердце, на работе механика сделали, все хорошо живут. Все классно, все нормально. Многие, не многие, некоторые говорили, что если не проехал в Аргентину, давно бы уже умер дома в родной стране. Дорогие медицинские препараты разные. Есть такие сети аптек доктора Ора. Это из геномодифицированных растений получают препараты. Они довольно дешевые. Вообще все самое разное. Кто состоятельный, богатый в Аргентине? Много состоятельных, богатых в Аргентине было. Был средний класс, но его глушат. Класс, профессии и так далее. Да, доктора. Да, ведущие на всяких каналах. Вот, чем они заживаются, живут в стране. В основном те, которые привязаны на Америку, живут. И политики живут довольно хорошо. Ну, это специфическая страна, довольно-таки масонская. И на эту тему сейчас не буду отвлекаться. Какие достоинства, недостатки у аргентинцев? Аргентинцы, в принципе, добрые, хорошие, добропорядочные люди. У меня среди аргентинцев больше друзей, чем среди наших. Достоинства, недостатки. Ну, допустим, достоинств много, и недостатков тоже хватает. Не держат слова. Забывают в тот же момент, когда сказали. Как проводят время дети на каникулах, ездят в какие-то кампы, лагеря, если есть не школы. Все это есть. Аргентина – это страна, в которой колоссальное количество мигрантских организаций практически со всего мира. Каждый свой имеет такие летние лагеря. Туда ездят за небольшие деньги. Насколько аргентинцы верующие или серьезные? Вообще, страна, когда приехал в 2000 году, ну, чуть раньше, я не видел женщин в коротких юбочках, да. Была очень хорошая католическая страна. Папа, видите, римский, он же аргентинец. Вот, католическая, много евангеликов очень, да, верующие, да, религиозные, но в основном это касается семейных людей, но в последнее время устой веры сильно поколеблены. Какие реальные проблемы в Аргентине на следующий момент, в чем их причина, есть ли решение? То есть, эти все вопросы – это хорошее повествование и хороший маркетинговый ход. Я могу рассказать много, на целую книгу, даже на 10 тут написать, но это все стоит денег, поэтому я отвечаю очень коротко. За деньги я, как бы, стараюсь не отвечать. Какие реальные проблемы в Аргентине? Значит, самая реальная проблема в Аргентине – разрушенный институт семьи, церкви. Если после войны дом можно было купить за 3-5 лет, сейчас нужно 20-30 лет. То есть, зарплата не успевает за инфляцией. Причины, решения, на это отвечать не буду, есть политики, пусть они крутят свою рулетку. Каких услуг, сервисов не хватает, а почему? В Аргентине есть все, но рынок настолько колеблется, настолько быстро меняется, что трудно за ним углядеть. Во-первых, не забывайте, Аргентина – страна иммигрантов. И в Аргентине можно найти себе место, но с каждым годом это просто тоскливое. Если вы приезжаете, жилье, жилья. В общем, любят ли аргентинцы учиться? Да, любят учиться 10-20 лет, особенно если папа, мама университет Буэнос-Айреса. Там бесплатно можно поступить, можно хорошо учиться. Люди ходят, бросают, продолжают учиться, если по 10 лет учатся. Просто отыняются, покуривают травку. Перестраиваться, менять сферы деятельности, получать новые профессии. Да, можно, но в Аргентине было, сейчас не знаю, такая фигня. Вы проезжаете в Аргентину, говорите, у меня там диплом о высшем образовании. Да, мы все понимаем, но для начала вы должны подтвердить диплом о среднем образовании. Вывалюю там список вопросов, включая греческих философов. И когда я хотел сделать пересдачу, походил в школу, посмотрел, задал вопросы. Почему мне такие вопросы задаете, посмотрите на этих балбесов, да, с папиросками ходящими. Вот, старших классов, которые вообще понятия не имеют, что есть Греция, есть философия. Но вообще любят учиться, да, образование крутое. Есть знакомые, которые позаканчивали в свое удовольствие, получили высшее образование, медицинское образование. В принципе, неплохо, неплохо. Есть сферы применения, но все зависит от вас и от вашего внутреннего и генетического аппарата. Что везти с собой страну, кроме денег? Какие товары, если лететь из Европы, Россия может одежду, технику, инструменты? Значит, сразу скажу, вообще туда ничего везти не надо. И ничего, ничего не надо. А если все-таки решили ехать, нужно взять компьютер, который вам нравится, чтобы он был отложен, с программами, со всеми лицензионными. Инструменты смысла нету, потому что местное все не такое, как наше. Раньше люди везли там строительный инструмент, еще какую-то херню, нафиг она вам нужна. Одежду возьмите с собой, то, что нужно, там, на месяц вперед. Как дешевле купить участок земли может от государства в более-менее нормальных пригородах, хороших городов, удаленных мест. Любые рекомендации по покупке земли, на счет обращать внимание, проверки документов и так далее. Так, вот эта тема очень огромная. Обсуждать не буду, потому что у меня было два участка. Один из которых был уже два раза продан. Я в этой теме разобрался довольно хорошо. Вот один со всех наших, которые жили на этой территории, даже ориентинцы, которые имели участки, даже понятия не имели, что эта земля была в свое время отжата во времена так называемого военного правительства. Ну и вот так. Ему два участка купил вместе, чтобы получилось там не 30 на 50, а 60 на 50. А потом я установил, заплатил адвокатам, они проверили по базам данных. И оказалось, что один участок был проверен, когда продан. Даже нашли людей, у которых он, которые купили, они даже не знали, что он у них есть. Так что там много китков, много подсовывают, по два, по три раза продают. Даже если люди погибли из-за того, что занимались продажей, по два, три раза той же самой земли. Но там была подстава. Проверка документов. Да, все нужно проверять. Доверяю, проверяй. Не верить там нельзя никому, даже ориентинцев. Потому что они будут вам говорить то, что вы хотите слышать. Поэтому там специфика большая. Оргентинцы это страна маньяна. Но люди хорошие. Как вам повезет. Если что-то знаете про эти города, сравните, пожалуйста, вы выбрали Кордоба, Мендоса, Сальто, Тандил, Сан-Хуан, Сан-Луис. Ну, Кордоба, говорят, нормальная там. Короче, те места, где немцы банкуют, да, ихние дети, там можно жить. Все остальное. Сальто, Тандил, Сан-Хуан, Сан-Луис, Борелочи. Земля может колебаться от 1000 долларов за гектар до 50 тысяч долларов за участок 30 на 50. Это Борелочи. Пригороды, дальше. Ну, если все зависит от того... То есть, я скажу так, нельзя ответить на этот вопрос однозначно. Нужно сделать в зависимости от того, к чему у вас предосположенность. Под это можно подбирать землю. Если аргентинцы потомки итальянцев, значит, их хороший вкус в отличие от большинства американцев, других жителей Южной Америки. Значит, аргентинцы потомки итальянцев, испанцев, меньше португальцев, немцев, поляков, мало французов, с Украины. Ну, в принципе, в основном европейцы. И там уже смеси от этого. Вкуса. Да, раньше был вкус. Раньше было много чего. Очень много евреев с разных стран мира, которые шили шикарные костюмы. Очень много подделки всего. Но сейчас ходят, как бомжи, в спортивных костюмах. Блин, мрак. Посещали ли спортивные комплексы, например, в волейбол, тренингской площадке тогда? Да. Аргентинцы любят комплексы. Любят очень популярные боевые искусства, бокс. В основном боевые искусства. Там тэквондо, карате, еще что-нибудь. Тэквондо очень популярно. Так, бассейны. Бассейны классно посещают, но везде заливают хлоркой. Да невозможно. Теннисных площадок много, да. Правда ли, что в автомобилях относятся небрежно? Нет. На автомобилях поведены. Очень много старых автомобилей держат в очень хороших кондициях. Собираются по субботам, по воскресеньям. Там клубы, там клубы, разные клубы разных автомобилей. Очень-очень классно. Часто царапают, ну, моют, хоть ухаживают. В принципе, относятся хорошо по автомобилям. Уже в мое время поменялось очень много. Часто ли залезают воры в квартиры и дома? Через замки и окна. Залазят на второй, на третий, на четвертый этаж. Значит, весь Буэнос-Айрес и пригороды, зарешеченные решетками железными, снизу и до второго, до третьего этажа многоэтажных домов. А заборы между соседами украшены битым стеклом или пинчистой. Да, это такие металлические колючки, которые наши делали. Я их устанавливал. Значит ли, что новый автомобиль будет объектом повышенного внимания именно воришек и двоих завистников? Значит, стоите вы на красный свет. А, в Аргентине очень есть хорошая особенность. Сел в машину с пассажирами, автоматически зажал все двери. Бывало много вариантов, особенно ночью, когда вы остановились на красный свет, подскакивают, выдергивают водителя прямо из машины, выбрасывают, садятся, уезжают. Были случаи, когда был кризис 2001 года, когда там бахнул доллар. Когда просто в центре города подходили к машинам со стволами, требовали, были, что водители убивали нападающих, было, что наоборот. То есть, в моего товарища в машине ехали не с тенниса 4 человека, одного просто застрелили, там что-то хотели на перекрестке. Ну, мрак. Моего товарища, москвича, стреляли в упор, обкуренный, отдолбленный мальчик с 5 метров. Хотел велосипед забрать. Половина молодежи, 20-25 лет, каждый второй был ранен в местных стычках. Ну, наши зато заработали какое-то повышенное внимание. Естественно, автомобиль, хороший, красивый автомобиль, особенно дорогой, будет просто завистником. Но, если случилась авария, неважно, по чьей виной страховые фильмы платят. Там есть очень много нюансов по автомобилям связанных. Поэтому люди не парятся, даже вилка до машины, на мигающий светофор раздалбывает себя друг к другу, и одна и другая сторона получает страховки. Так было, сейчас не знаю. Где-то читал, что с мебелью не очень готова и мало, надо делать на заказ долгое, и качество не очень. Очень много антикварных магазинов, в которых охеренная мебель итальянская, французская. Просто обалденная мебель. Так что, просто там не принято. Эта страна, примерно скажу так, после между войнами ехали туда на короткое время, а остались навсегда. Но мебели есть очень много. Хорошая там мебель, просто обалденная. Что там делают на заказ? Да есть те же магазины, там можно все выбрать. Вот эта сборная, разборная мебель, ее полно, этого мусора в каждой стране много. Как в стране относятся к доматным животным, если штрафы за в угол в неположенных местах? Значит, раньше собаки гадили прямо на улицах, начали гонять. То есть люди ходят, собирают. К собачкам, к котам относятся очень хорошо. Никогда не видел, чтобы собака нападала кота, как в наших странах. То есть есть даже профессия пляжера, который выводит собак на прогулки, идет человек, у него 10 собак каждой стороны, и очень хорошо на котов не нападают. В парке Лизама там вообще котами воняет. Везде они. На деревьях, под деревьями. Где вы жили в Аргентине? Если бы были фрилансеры, мой источник дохода не зависел от места жительства. В Аргентине я жил в Капитале, естественно. Жил при церкви на Гарамонт-Фалькон. Жил при других церквях. Жил в богатых районах. Виценте Лопес. В других. Мне Буэнос-Айрес моего времени нравился. И ездил по другим городам. Неоднократно бывал на Катаратас-Дейгосу, Барилочи. Двигался. Двигался по городах. Но не очень много. Хотелось бы больше. Если бы был вы фрилансером, значит, я скажу так. Наверное, фрилансером быть хорошо, если вы пишете под заказы. И если вам гарантирован источник дохода на ваши статьи, тогда вы счастливый человек. У меня было 22 своих сайта. Но уже не в Аргентине, не в Испании. Мне их всех завалили. По непонятным причинам. Обвинили в расизме. Хотя я никогда расистом не был. Значит, но опять же, если источник дохода поступает вам на карточку, сразу скажу, раньше были такие варианты. Если вам переводят деньги, карточка не привязана именно к Аргентине, вы выезжаете в соседнюю страну, допустим, Уругвай, снимаете там доллары, да, а потом приезжаете в страну, уже по другому курсу их продаете, за это живете. Какие отличия и особенности аргентинских девушек и мужчин от других национальностей? Ну, я скажу так. Есть аргентинские девушки, которые на самом деле не девушки. это страна, в которой, когда я был, было проведено 800 тысяч или больше имплантации груди для женщин. То есть делают хорошо, перешивают ваш, как бы, пол с любого меняет на любой, там этого много, там это, для меня это Содом и Гамор. А других национальностей? Ну, в принципе, они заводные, нормальные, такие же, как довольно-таки подвижные, довольно-таки общительные, нормальные. То есть есть много очень нормальных людей. Я уже говорил, среди аргентинцев у меня было больше друзей, чем среди родных соотечественников. Также интересно по приезжих из соседних стран. Уже говорил, боливийцы приезжают, тягают коку листья, потому что они жуют ее по привычке. Они держат овощные магазины, занимаются пошивочными цехами, занимаются бизнесом, очень активно поддерживают друг друга. Парагвайцы работают на стройках, довольно активные, довольно водителями автобусов. Значит, колумбийцы это зачастую воришки, перуанцы, говорю не обо всех, а о национальных особенностях. Карманники и так дальше, и так дальше. Чилицы это, которые воруют машины и другие. Ну так было, оно все время меняется и страна понемножку превратилась в помойку. Поэтому можно на эту тему много говорить, для того, чтобы никого не обижаться, среди каждой нации есть разные, хорошие, плохие, но вот как-то так случилось. Какую выбрать медицинскую страховку, если необходимо? Честно говоря, даже понятия не имею, какая у меня страховка на работе была. Не знаю. Различия магазина Walmart, Carrefour, Jumbo, Koto, Dia, самый недорогой. Ну, Koto нормальный магазин. И очень много китайских таких магазинчиков размером 10 на 50. То есть, они на каждой квадре устройства города по, как в Одессе, да, 100 на 100 метров такими мансандрами, а такими квадрами. Вот. И почти на каждой квадре китайский магазин. В Буэнос-Айресе на 20 миллионов населения, это уже 10 лет назад было данное, свыше 4 тысяч китайских магазинчиков, которые во время там разных конфликтов, ну, местные бомбят, потому что считают китайцы виноваты. Но у китайцев классный базар на Палермо, где можно купить хорошую, классную рыбу. Есть водоросли, которых я даже в Англии не находил. Очень классные морские водоросли, с них салатики делают. По страховке не знаю. Там есть страховки где-то в среднем 100 долларов. Это хоспиталь Алиман считалось самое крутое. Там какие-то шведские госпиталя. Есть госпиталя чисто национальные, там немецкие, испанские, шведские, там другие. Но, опять же, все, сами смотрите, задавайте вопросы местным, я тут посоветовать не могу. Вольмарт хороший магазин, там отделы были, где можно было даже речку купить. Каррифур, Юмба, нормальный, Кота, ну, часто входили в Кота, потому что там цены были невысокие. Кота, это фамилия этого, основателя этого Кота, начала на магазине. Ну, в общем, ладно, не буду деталей рассказывать, это уже не важно. Самый недорогой, самые недорогие магазины, это сеть китайских магазинов, их очень много, их держат, как правило, семьи, потому что в Буэнос-Айресе китайская диаспора очень сильна, и у них есть даже центр управления, защиты, там всего остального. Вот примерно, думаю, я наговорил, насколько на 35 минут, это капец. Наговорил много, если говорить детально, разжевать какие-то особенности, можно, но, ну, я думаю, я не хочу напрашиваться на какие-то деньги, но, думаю, я договорил достаточно объемно для того, чтобы получить базовые данные, но, когда едешь или едете в каждую страну отдельно, все индивидуально, включая Аргентину, все зависит от ваших особенностей, от вашего менталитета, ну, если фрилансер, пишите статьи, ну, наверное, нормально. Приехать туристом в страну, это один вариант, если приезжаешь туда жить, совсем другой вариант. Документы делались легче в Буэнос-Аресе, но документы можно делать очень-очень долго, а есть люди хорошо живут и уехали в сторону Миссионеса, туда, в провинции, в сторону, ну, вот туда, где много украинцев. Все. На сегодня все. 36 минут наговорил. Пока. Если я, если вы удовлетворены моим ответом, поставьте. Все. Bye.